Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» в студии Виктория Сащенко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Последний звонок и школьные уроки остались позади. Впереди уроки жизни. На Брещене прозвучали мелодии школьного вальса. Выпускники прощаются со школой. Беларусь стала участницей баллонского процесса. Насколько эффективными видят нововведения специалисты сферы образования, а также какие границы откроются перед школьниками и студентами Брещена уже совсем скоро. Новоселье в свободной экономической зоне Брест. Резидент СЭС предприятия «Дискома» открыла новое высокотехнологичное предприятие по производству водно-дисперсионных материалов. В регионе прошла выездная сессия Брестского областного совета депутатов. Народные избранники на примере учреждений образования и предприятий Каменецкого района изучили вопрос безопасной жизнедеятельности и работе в этом направлении областной структуры МЧС. 31 мая – Международный день блондинок. Мифы и реальности достижения успеха от блондинок областного центра. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Сегодня для 143 тысяч выпускников страны прозвенел последний звонок. Незабываемое, волнующее событие в жизни каждого человека, символизирующее окончание школы. Позади беззаботное детство, школьные шалости, шумные перемены, любовные записки и невыученные уроки. А впереди самостоятельная взрослая жизнь с ее волнениями, тревогами, радостями и новыми достижениями. Поздравить выпускников средней школы номер 7 города Бреста приехал мэр областного центра Александр Рогачук. Помнят ли свой первый звонок школьники и руководитель города? И какими выпускниками видят себя сегодняшние первоклашки? Расскажет Лариса Осмолович. Мелодичный школьный вальс и знакомые напевы школьного звонка. Эти две мелодии в течение долгих лет помнят и вспоминают. Каждый человек, они как символ уходящего детства и вступления во взрослую жизнь. И каждый раз это трогательное прощание со школой вызывает легкую зависть у тех, кто еще остается в ней, и ностальгию у тех, кто ее окончил. А первоклашки, чествуя 11-классников, завороженно примиряют на себя роль будущих выпускников. Как у тебя впечатления от учеников наших, выпускников? Отличные. Да? Чем они тебе понравились? Ну, в танце понравились там, и еще понравилось, как поздравляли. Каким ты себя выпускником представляешь? Каким ты будешь? Я представляю себя красивым выпускником, который взрослый, который хороший, который сдал контрольную на 10+. Надеюсь. И, наверное, который мечтает куда-то поступить в институт, да? Да. А ты куда-то хочешь поступать уже? Да. Хотел поступить в армию. Солдатом хотел стать? Да. Солдатом военно-воздушных сил. Ух ты, летчиком то есть. Да. Ну и как, ты думаешь, получится? Да, получится. Прощальная линейка. К ней готовится вся школа. Директор, учителя и ученики, родители. Все в средней школе номер 7 было подготовлено так трогательно и как-то так по-домашнему, что каждое слово выступающих, каждая награда, врученная за успехи в Олимпиадах самого различного уровня, в творческих конкурсах, за первые места на спортивных турнирах, вызывали у присутствующих не только аплодисменты, но и слезы, конечно, радости и гордости за таких умных, талантливых, одаренных молодых людей. Сегодня замечательный день для более чем двух тысяч наших выпускников города Бреста. Вы знаете, я каждый год присутствую на таких мероприятиях. И вот у меня ощущение, что с каждым годом наши выпускники становятся все больше белорусами, все больше патриотами, все больше гражданами, все больше брещанами. Очень приятно, что сегодня в этой школе уже есть студенты, которые уже учатся, потому что их успехи в учебе, успехи в Олимпиадах таковы, что они уже сегодня студенты столичных вузов. Замечательно, что сегодня выпускник уже капитан нашей юношеской хоккейной команды. Замечательно, что ребята осознанно и очень серьезно относятся к выбору своего жизненного пути. И выбирая свой жизненный путь, обязательно учитывают, а будет ли он полезен нашему городу, нашей Брещани, нашей Республике Беларусь. Вы горды ими? Бесспорно. Я думаю, что наши брещане, наши молодые брещане – это будущее города, это будущее нашей Беларуси. И я, безусловно, очень рад, что такие замечательные, красивые наши выпускники. Они – будущее страны. Медики и педагоги, военнослужащие, инженеры, строители, менеджеры и дипломаты. Большинство ребят уже определились, а некоторые – уже студенты. К числу таковых относится и выпускница Валентина Вавренюк. По результатам Олимпиады она студентка лингвистического университета. Я считаю, что, прежде всего, надо иметь какое-то желание учить предметы, и это будет, конечно, на пользу. И, наверное, надо выбрать специальность, которую хотелось бы получить. И таким образом ты будешь учить те предметы, которые тебе надо. Но также, возможно, как-то совесть влияет на то, что надо учить и другие предметы, и прийти неподготовленную на урок как-то невозможно, кажется. Совесть мучает, да? Валюш, скажите, а вот школа запомнится только этой учебой, учебой, учебой? Нет, безусловно, школа – это друзья, знакомства, какие-то поездки, совместные походы. И это все время приносит какую-то радость. И, безусловно, это будет, наверное, самым ярким воспоминанием о школе. В них вложено столько, и только ждешь и желаешь, чтобы у них все получилось в жизни. Потому что при теперешней ситуации, конечно, такое сложно. Хочется, чтобы каждый добился своей цели, и каждый притворил свои мечты. И будут родители довольны. Ну, а я буду вообще на седьмом небе от счастья, если у них все получится. Я их очень всех люблю. А что вкладывали в этих детей? Говорите, что это… Доброту, душу, сердце, честность, порядочность. Чтобы они были всегда, говорилось им, не при любых обстоятельствах, оставались настоящими людьми. А для вас были важны десятки? Нет, для меня важно человеческие качества. Огромный труд педагога вложен в каждого выпускника. Сегодняшнего и вчерашнего. За долгие годы школа номер семь выпустила во взрослую жизнь не одну плеяду самых лучших, талантливых юношей и девушек. Они, доставившие много хлопот, своим учителям сегодня благодарят их за долготерпение, выдержку, умение видеть, слышать и чувствовать. В искренности, чувства и надежд признаются своим выпускникам их педагоги. Я горжусь, что я белорусская. Я горжусь, что руковожу самой замечательной школой города. Средней школой номер семь. Я горжусь нынешним выпуском 2015 года. И я волнуюсь, ребята, вам, ребята. Я пожелаю не свернуть с пути. И те школьные проблемы, которые вы считали в этом прошлом году крайне важными и сложными, вам покажутся таким пустяком в сравнении с тем, что вы встретите. И вы тогда вспомните и скажете, действительно, школьные годы, самое лучшее, это золотая пора нашей жизни. Сохраните ее. Я вас люблю, дети. Я надеюсь, что это чувство взаимно. Еще, можно сказать, год назад я хотела побыстрее закончить. А уже сегодня, ну как, уже, может, месяц назад я поняла, что все-таки это действительно самые такие светлые дни, когда много друзей в школе, ну, у меня появилось очень много друзей, я надеюсь, прошагать с ними всю свою жизнь, не забывать и встречаться. Хочу поступить в медицинский университет, сдать хорошо ЦТ, надеюсь, у меня все получится. Потом семья, дети, муж. Выбор сделан. Дело осталось за малым – сдать выпускные экзамены и поступить. А сегодня для них прощальный звонок. И в небо летят воздушные шары, как символ их дальнейшей взрослой жизни. Какой будет она, зависит от них самих. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Буквально сегодня отзвенели последние звонки, а планы на ближайшее будущее уже сформированы. Учебный год 2015-2016 несет нам довольно большое количество образовательных реформ, которые коснутся как начальной ступени системы получения знаний, школы, так и вузов. Это два вопроса – вступление нашей страны в баллонский процесс, а также рассмотрение возвращения белорусских общеобразовательных учебных заведений на профильную систему. О том, насколько эффективными видят нововведения специалисты сферы образования, а также какие границы откроются перед школьниками и студентами Брещины уже совсем скоро, об этом и не только. Подробнее в материале Анастасии Назрин-Плотницкой. Время неумолимо идет вперед, заставляя человечество совершенствовать привычный уклад жизни. Это продиктовано не столько желанием отличиться, сколько перспективами сделать окружающий мир разнообразнее, интереснее, доступнее. Механизм эволюции затрагивает все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и образование, которое в свою очередь и является двигателем прогресса. Две новости в сфере реформирования именно этой системы пришли в последние дни учебного года 2014-2015. Вступление Белоруссии в баллонский процесс и долгожданное возвращение профильных классов. Новообведения эти продиктованы, скорее всего, что временем и готовностью нашей системы образования, как общего, среднего, так и высшего, к тем процессам, которые предстоят. Я думаю, что это перспективно, правильно, это подтверждается достаточно высоким уровнем знаний учащихся, выпускников в первую очередь, и это здорово будет. От системы профильных классов Беларусь отказалась практически семь лет назад. Тогда, в 2008 году, было принято решение, которое гласило, изучать предметы углубленно ученик сможет на факультативах. Но, как оказалось на практике, такая форма работы свою эффективность не доказала. Теперь пополнить свой багаж знаний смогут в специализированных классах ребята, имеющие средний балл не ниже шести и оценки по профильным предметам не ниже семи. Они будут распределены по группам в связи с выбранным набором учебных дисциплин. Однако, только этого не будет достаточно. Кроме всего прочего, в старших классах возможно возвращение так называемой шестидневки из-за расширения спектра программ. Для реализации инициативы необходимо соблюдение трех условий. Наличие необходимой материально-технической базы, педагогов, готовых работать в профильных классах и мотивированных учащихся. К реализации новой программы общеобразовательные учреждения вернутся готовы, особенно те, в которых ранее существовала видоизмененная профильная система. Хотя новые и не совсем известные, еще немного пугают опытных директоров. Возвращение профильных предметов, профильного обучения мы приветствуем. Будем смотреть, только просим, конкретизирует нам порядок комплектования, оплаты, чтобы не было это просто красивая вывеска, а дальше самодеятельное творчество. Поэтому не просто, что поживем мы видим, будем делать. И если в системе школьного образования перемены единовременные и кардинальные, то реформа так называемой высшей школы будет планомерной и постепенной. Вступление нашей страны 14 мая в Болонский процесс, международную университетскую площадку, стало наиболее обсуждаемой темой последних дней. Одной из основных целей создания единой образовательной платформы является содействие мобильности путем преодоления препятствий эффективному осуществлению свободного передвижения. То есть уровни высшего образования должны быть максимально сходными с европейскими, а выдаваемые по результатам обучения научные степени – наиболее прозрачными и легко сопоставимыми. Увеличится студенческая мобильность, появятся дополнительные возможности для поощрения студентов. В этом сходятся мнения ректоров двух вузов города над Бугом. Однако открытых тем, среди которых вопрос о том, какова будет ценность предыдущих дипломов, выданных вузами, а также как нововведение повлияет на модернизацию учебного процесса, пока остается немало. Вступление Беларуси в Болонский процесс – это, конечно, очень ответственный шаг. Это признание на международном уровне нашей национальной системы высшего образования. Конечно, это даст какие-то положительные моменты. Мы сможем активнее развивать экспорт образовательных услуг. Наши преподаватели и студенты, которые, в принципе, уже и так имеют возможность выезжать на стажировки за рубеж, наверное, получат возможность активнее это делать. Есть, конечно, небольшие опасения. Мы не хотели бы потерять то хорошее, что есть в нашей национальной системе высшего образования. Быть или не быть нововведением покажет время. Однако уже сегодня можно говорить о том, что эти изменения внесут свой вклад в развитие системы образования школьников и студентов Беларуси. Первыми результатами дебютных проектов станут победы учащейся молодежи на республиканских и международных стартах. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Сейчас о других событиях. Свободная экономическая зона на Брещене была создана почти 20 лет назад, в 1996 году. Сегодня в числе ее резидентов 77 предприятий, причем три из них зарегистрированы уже в 2015. И такая тенденция в последние годы только укрепляется. Приходят новые участники, увеличивают мощности старожилы. 27 мая в свободной экономической зоне Брест новоселье праздновал промышленный гигант – предприятие «Диском». Красная лента, нажатие кнопки пуска производственного процесса, автографы руководителей предприятий области и города на первой банке краски с новой транспортной лентой – все это маленькие, но яркие детали финала большого дела – строительство современного завода. На торжественной церемонии открытия, а также в просторных цехах и офисных помещениях мирового лидера в производстве красок побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит Анастасия Остробко. Предприятие «Диском» – резидент свободной экономической зоны Брест – входит в состав большого международного концерна «ДАФ», основанного в Германии в 1895 году. Беларусь – один из мировых лидеров строительной отрасли – пришел в 1996-м и с тех пор только наращивает обороты и раскрывает потенциал. Первый завод по выпуску красок на территории нашей области компании «Диском» был открыт в 2000-м, второй, где стали производить сухие строительные смеси в 2011-м году. Потребности современного рынка заставили подумать об увеличении мощности, и в 2015-м году «Красная ленточка» была торжественно перерезана у стен нового высокотехнологичного предприятия по производству водно-дисперсионных материалов. Этот проект стоил для нас 3,8 млн евро. Конечно, это чистые инвестиции, но если считать в целом, то суммы будут значительно больше. Но, тем не менее, официально инвестиционный бюджет составил 3,8 млн евро. Финансирование происходило за счет инвестиционного бюджета компании «ДАВ», нашего учредителя. Также в финансировании участвовала нераспределенная прибыль прошлых периодов, которую мы сгенерировали благодаря хорошей работе. На заводе будет производиться достаточно широкий ассортимент дисперсионных продуктов. Это фасадные краски, внутренние краски, безусловно, грунтовки, без которых не бывает хорошего качественного покрытия. Это готовые штукатурки и шпатлевки. Площадь земельного участка, на котором построен новый завод, составляет более 20 тысяч квадратных метров. На этой территории расположены производства, склады, социальные помещения для персонала, лаборатории, а также офис с обучающим центром. Площадка выбрана не случайно. Выгодное географическое расположение – важная составляющая прибыльного бизнес-проекта. Это наша самая перспективная инвестиционная площадка, где созданы все условия по инфраструктуре, по транспортной инфраструктуре. Приезжая, вы, наверное, их видели. Сюда именно приходят те, кто хочет строиться. В Беларуси продукция предприятия реализуется под торговыми марками «Копорол», «Альпина», «Диамант» и «Диском». Не раз продукция промышленного гиганта признавалась лучшей на различного рода конкурсах и оказывалась в числе лидеров при проведении маркетинговых исследований и опросов. Доверие потребителей – главный стимул для плодотворной работы и дальнейшего развития. Останавливаться на достигнутом не принято. Планов, идей и целей еще множество. Но главное – есть желание реализовывать и воплощать их в жизнь, как доказательство открытия нового завода в непростой для мировой экономики период. Сотрудники «Дискома» уверены – непреодолимых преград не существует и в любой ситуации можно найти возможности для шага вперед. Тем более, что за более чем столетнюю историю концерна таких шагов уже было сделано немало. Такие компании, которые прошли более 100 лет, они думают совершенно другими категориями. Они не ограничиваются годом, двумя, тремя, чему, кстати, и нас научили. Поэтому та временная турбулентность, которая есть сегодня, мы к ней относимся спокойно. Мы понимаем, что да, изменились условия, да, есть определенные сложности, но, во-первых, мы были готовы к таким условиям. И когда они начались, мы реализовали ряд мероприятий, поэтому я бы не сказал, что мы сегодня имеем какую-то критическую ситуацию. А этот проект и эти инвестиции, они, конечно, имеют совершенно другой срок окупаемости. Поэтому, когда начнется обновление, восстановление рынка, я уверен, что мы будем первые на строительном рынке, который предложит подрастущий внутренний и экспортный рынок правильный продукт. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Безопасность жизнедеятельности – тема, которая не перестанет быть актуальной. Формирование ее культуры среди населения, начиная с малого возраста, – одна из первостепенных задач, которая стоит перед государством. Чтобы выработать ответственное отношение людей к своей личной безопасности и безопасности труда, органы власти совместно с соответствующими ведомствами ведут активную работу с населением на разных уровнях. Важную роль в этом деле выполняют сотрудники структуры МЧС, которые реализуют различные мероприятия, направленные на минимизацию трагических случаев, причинами которых зачастую являются безответственность и невнимательность самого человека. О том, насколько эффективны меры, предпринимаемые сотрудниками данного ведомства, узнала наша съемочная группа, побывавшая на выездном заседании 8-й сессии Брестского областного совета депутатов, непосредственно касающемся темы культуры и безопасности в различных ее аспектах. Каменецкий район стал объектом пристального изучения народных избранников. Ознакомился с ним и глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимир Ващенко. Тему продолжит София Бережная. Работа по обеспечению безопасной жизни, трудовой деятельности населения сотрудниками МЧС ведется непрерывно во всех районах Брестской области, как результат стабилизации обстановки с гибелью людей от внешних причин. Однако, несмотря на достаточно хорошие показатели в сравнении с другими областями Беларуси, меры по профилактике пожарной безопасности и безопасности на воде, они нуждаются в регулярной доработке. С целью совершенствования ситуации Брестскими депутатами был выработан четкий план. В ходе сессии подробно изучить комплекс мероприятий по формированию культуры безопасности среди жителей Каменецкого района, начиная от детей младшего возраста и заканчивая взрослыми. Вопрос волнующий, вопрос требующий принятия взвешенных решений. Он постоянно в поле зрения, потому что это жизнь людей. И каждая человеческая судьба, она нам дорога, каждому человеку, тем более органам власти, которые за это отвечают. Что, почему мы опять его рассматриваем? Хочу сказать о том, что это не какое-то там, ну, что-то хуже стало или лучше, но вместе с тем, вся та работа, которая проводится именно органами управления, самоуправлением, субъектами профилактики, она дает положительный взгляд, но вместе с тем имеет место продолжать гибель людей. И в том числе детская смертность. Находясь в постоянном поле зрения, все же мы видим, наверное, то, что где-то что-то мы не так дорабатываем, выработаем, не так что-то, может быть, делаем недостаточно, чтобы это делать. И вот сегодня мы вынесли этот вопрос на заседание совета депутату именно высшего органа сессии, чтобы вместе с депутатами, на практике, на месте, с органами самоуправления, посмотреть о том, что еще нужно сделать именно с стороны депутатского корпуса. Первым объектом внимания рабочей группы, в состав которой вошел и министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимир Ващенко, стала средняя школа агрогородка Каменюки. Учащиеся этого учебного заведения с первых минут встречи убедили гостей, с правилами пожарной безопасности они хорошо знакомы. Представив тематическую выставку работ, ребята продемонстрировали свое умение действовать в чрезвычайной ситуации, как надевать спецодежду, а также как пользоваться средствами пожаротушения. Они же грамотно повели себя и в предложенной сотрудниками МЧС импровизированной опасной обстановке. Следующим пунктом рабочей поездки стала территория детского сада, где делегация ожидала настоящее театрализованное представление от дешкалят, которые, несмотря на возраст, уже знают, как опасно играть с огнем и к каким последствиям это может привести. У нас ведется очень активная работа совместно с РОЧС, с МВД проводится постоянная в составе созданная смотровая комиссия, совместно с РОЧС смотровая комиссия постоянно обследуем частный сектор, все домовладения, выявляем нарушения, пишем предписания, люди их устраняют, все это постоянно контролируется. Я считаю, что противопожарное состояние находится у нас на должном уровне. У нас очень большое внимание уделяется воспитанию и обеспечению жизнедеятельности от самого раннего периода. Это садик, школа. Постоянно сотрудниками РОЧС проводятся и теоретические занятия, и практические занятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Новый пожарный аварийно-спасательный пост в деревне Каменюки стал следующим объектом выездной сессии. На территории подразделения депутаты ознакомились с современным техническим оснащением, а также увидели, как на практике применяются средства ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. Гостям была продемонстрирована инсценировка дорожно-транспортного происшествия, ликвидировать последствия которой прибыли подразделения МЧС, работники госавтоинспекции и скорой медицинской помощи. Слаженная работа отрядов поспособствовала успешному выполнению задачи. Безопасность – это одна из важнейших функций любого государства и важнейший критерий развития государства. Поэтому этим вопросом сегодня уделяется очень большое внимание. И, как сказал глава государства на послании к городскому народу, что для нормального благополучного проживания нам необходимо хотя бы 20 миллионов жителей. Но мы от внешней причины сегодня теряем порядка 10 тысяч. Это очень много, поэтому участие всех структур, ветвей власти в этом важном деле, конечно, имеет огромную роль. Поэтому вот эти мероприятия и участие депутатов, понимание вопроса и потом разъяснение населения, мы уверены, будет снижать то количество трагедий, которые происходят и, самое главное, гибель людей. В ходе выездного заседания депутаты ознакомились с работой водолазно-спасательной службы Каменца. А также побывали на предприятии по производству полимерных материалов Риона. По итогам комплексного изучения деятельности сотрудников МЧС Каменецкого района, депутатами было отмечено большое количество плюсов. В дальнейшую разработку легли лишь некоторые рекомендации. Для улучшения общей ситуации, уменьшения количества пожаров и гибели людей в данном регионе, по единому мнению, есть все предпосылки. Депутаты выработали спектр задач, направленных на повышение уровня культуры безопасности. План действий был закреплен в соответствующем решении областного совета. Каменецкий район занимает довольно устойчивую среднюю позицию. Здесь на данный момент, мне кажется, работают хорошие кадры, молодежь. Но если оценку, допустим, по пятибалльной шкале давать, то это так, ну, хорошая четверка. Резервов много, поэтому, ну, над чем работать, знают над чем работать. Поэтому только вперед. София Бережная, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы из Каменецкого района. Вы смотрите новости на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном, актуальном и интересном. Праздник блондинок отметит международная общественность в эти выходные. 31 мая своим вторым днем рождения считают обладательницы светлого цвета волос, которых по последним статистическим подсчетам порядка 40% от общего количества женщин. Знаменитый оттенок имела икона стиля Мэрилин Монро. Верной выбранному образу остаются стильная певица Мадонна, неподражаемая актриса Шэрон Стоун, фотомодель Клаудия Шефер и многие другие. Так почему же, несмотря на то, что в мире бизнеса, политики, медиа, обладательницы белокурых волос находят свое место под солнцем, они становятся объектами острот-юмористов и героинями анекдотов? Наш корреспондент Шатенко Анастасия Надрин-Плотницкая попыталась развеять этот миф и узнала, как и чем живут знаменитые блондинки-брещанки. В объектив камер телекомпании БУК-ТВ эта очаровательная блондинка попадала неоднократно. Победитель университетского этапа конкурса «Студент года», обладатель второго места в областном туре состязаний, активистка, член БРСМ и просто красивая девушка Алина Герасимук, выпускница Брестского государственного университета имени Пушкина. Несмотря на свой довольно юный возраст, за спиной этой ослепительной блондинки уже не одна покоренная вершина. В последние весенние деньки она тщательно готовится к защите диплома и получению документа об окончании вуза. Несмотря на отличную учебу и активную жизненную позицию, Алине приходилось сталкиваться с блондинистым стереотипом. Однако, несмотря на это, девушка уверенно идет вперед. Главным в своих успехах Алина Герасимук видит поддержку близких людей и веру в собственные силы. Безусловно, возможно сделать себя активным, но это в первую очередь зависит только от собственного желания и от вот этого напора, чтобы я именно сам хочу чего-то достичь. Не с помощью других, а сам постараться и сделать. Еще одна очаровательная блондинка, представитель уже медицинского направления Наталья Побиванцева, уже несколько лет возглавляет одну из ведущих здравниц региона – Брестский областной кардиологический диспансер. Только за 2014 год учреждение здравоохранения оказало помощь более чем 70 тысячам пациентов. Это основное лечебно-диагностическое и экспертное учреждение здравоохранения области по вопросам кардиологии, имеющее возможность проведения полного высокоспециализированного обследования, в том числе и с применением высоких технологий. Руководитель медицинского учреждения, талантливый доктор, мудрая супруга, мама и бабушка – все эти почетные и в то же время ответственные миссии Наталья Побиванцева выполняет на высоком уровне. Залогом своего успеха Наталья Фадеевна считает собственный характер, который помог ей сформировать из себя настоящую личность и любимого супруга, который для нее стал не только поддержкой и опорой, но и верным другом. Я не пойму ту женщину, которая скажет, что я успешна сама по себе. Мне кажется, она врет или лукавит, по меньшей мере. Успешная женщина тогда, когда у нее есть друг, настоящий друг рядом, когда это супруг, когда это большая семья, и ты прежде всего живешь ради этого. Когда к этому великолепное приложение, есть возможность самореализоваться, потому что, опять же, если женщина настоящий рядом помощник и друг, муж в семье, он даст ей возможность реализоваться, и она будет, она расцветет, она будет успешной, она будет какой хотите. Только женщине надо дать эту возможность, и она сделает невозможное. О том, что несколько десятков лет находилась на месте большого рынка «Лагуна», Наталье Ильницкой сегодня напоминают лишь фотоснимки. Уже не один год в одной из густонаселенных частей города, микрорайоне Ковалева, существует большая социальная платформа. Рынок стал лишь точкой счета этой деятельности. Здесь, кроме торговли, активно работает общественная приемная организация «Белая Русь». Пункт юридической консультации – небольшая площадка для мам с детьми. Профессиональная уличная сцена, на которой проходят многочисленные благотворительные мероприятия, которые позволили собрать средства для лечения ни одному больному ребенку. Есть даже своя футбольная команда, в арсенале которой – медали победителей соревнований. Несколько раз этой талантливой блондинке приходилось начинать все с нуля, чтобы сегодня быть настоящей бизнес-вумен. В бизнесе все бывает. Бывает хорошо, бывает плохо. Мы несколько раз начинали с нуля. Так получалось, что не бывает в бизнесе, не бывает все хорошо. Бывает и очень тяжело. Но оно переходит. Бывает тяжело, потом лучше, потом опять тяжело. Сейчас тем более кризис. Но даже в такое тяжелое время все равно мы стараемся работать. И если думают, что здесь очень много денег, можно сразу заработать. Это неправда. Но мы в основном вкладываем. Все время пока вкладываем, расширяем, все улучшаем работу предпринимателей. Я считаю, что один в поле не у воины. У меня очень хорошая команда. У меня на фирме работает 70 человек, которые мне очень помогают. И сама бы я ничего не сделала. Героиня множество анекдотов, заложницы перекиси водорода и парикмахерского искусства. Любимицы настоящих джентльменов и обладательницы гиперженской логики. Как только не называют прекрасных дам-блондинок. Но вопреки всем досужим мнениям тысячам женщин со светлым оттенком волос, и нашей героине тому подтверждение, удалось построить успешную карьеру, солидный бизнес и достичь высот, которые не каждому мужчине по плечу. Кроме того, высокий уровень IQ некоторых светловолосых леди из этого списка вызывает зависть у многих представителей сильного пола. А также у дам, относящих себя к шатенкам и брюнеткам. А потому не будьте подвержены стереотипам. Ведь на самом деле не важно, кто перед вами – аппетитный Мерлин Манру или уточенная Софи Лорен. Женщина всегда остается женщиной – милой, нежной и в то же время сильной и умной. Вы смотрели итоговую программу Бугинформ, и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Бугинформ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте БугТВ.бай. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании БугТВ.бай. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 31 мая ночью через Республику ожидается перемещение атмосферного фронта в восточном направлении. Днем с Западной Европы распространится область повышенного атмосферного давления. В Брестской области день ожидается достаточно комфортным. Будет наблюдаться переменная облачность – западный умеренный ветер, без осадков. Температура воздуха ночью 11-13 градусов со знаком «плюс», днем – 18 тепла. 1 июня погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления. Днем ожидается поступление более теплых воздушных масс юго-центральной Европы. На Брещене преимущественно без осадков. К вечеру синоптики обещают кратковременный дождь. Ветер переменных направлений – юго-восточный ночью и юго-западный днем. 11-13 со знаком «плюс», температура воздуха в ночные часы и до 26 тепла – таков прогноз на день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова